Всем привет, с вами Велевики и в сегодняшнем видео вы узнаете официальную дату выхода обновления Among Us И также, как поиграть на новой карте до обновления, то есть одним из первых Для этого нам нужно зайти в Google Play Market, я это буду делать на компьютере, но на телефоне вы делаете все то же самое, просто заходите в Google Play Дальше мы вписываем Among Us, как видите у меня этот запрос уже есть, я постоянно ищу Among Us И после чего нам нужно зайти в настройки Among Us в Play Market, это можно сделать кликнув на Among Us Нажимаем и теперь можно спуститься вниз и увидеть, что здесь можно связаться с разработчиком Нажимаем на это и по электронной почте можно написать и спросить, когда же будет официальная дата обновления Потому что все в ютубе говорили, что Among Us будет в январе, в январе она не вышла, сейчас все говорят, что она будет в феврале Она опять-таки может не выйти в феврале, зачем нам с вами гадать, сейчас мы напишем разработчику и он нам с вами даст точную дату обновления И писать я буду не как очередной школьник, которому никогда в жизни не ответят, а я напишу со своего официального ютуб канала, на котором 136 тысяч подписчиков На своем канале у меня есть даже личный менеджер по ютубу, с которым я могу связываться, это открывается после 100 тысяч подписчиков То есть у меня довольно-таки большой канал и нас с вами очень много, то есть нам по-любому ответят, давайте уже напишем этот email Что ж, нажимаем написать письмо и теперь нам нужно понять, кому мы хотим написать, но это очень легко, нам просто нужно переписать эту почту Итак, проверяем правильно ли я вписал, чтобы у нас не было ошибок, вроде бы правильно, хорошо, ребят Теперь нам с вами нужно придумать привлекательную тему, чтобы они по-любому нажали на это письмо и прочитали его Им наверняка в день пишут тысячи писем, когда будет обнова, когда будет обнова, поэтому если я так напишу, то мне по-любому не ответят И сейчас нам с вами нужно придумать что-то привлекательное, чтобы они по-любому нажали и прочитали мое письмо Подумав 5 минут, я понял, что лучше всего будет написать YouTube Important, они по-любому нажмут на это письмо Потому что когда приходит письмо от ютуба и что-то еще дописано, это очень важно, я всегда нажимаю на такие письма Теперь нам нужно придумать само письмо, чтобы убедить их рассказать нам, когда будет обнова Я придумал такое вот начало, цитирую Я один из самых больших русских ютуберов по Among Us Знаю, что это неправда, но я специально преувеличиваю, чтобы их заинтересовать Так что, ребята, не судите строго Дальше написал Пожалуйста, скажите мне, когда будет обновление или хотя бы в каком месяце То есть, если они не захотят мне говорить, в какой день выйдет обновление, потому что, возможно, они скрывают, чтобы это был как бы сюрприз То хотя бы сказать, в каком месяце Например, если они скажут, что будет обновление в марте То мы хотя бы не будем нервно заходить в игру каждый день и проверять, вышло обнова или нет Мы уже будем знать, что она выйдет в следующем месяце и не будем ее ждать в феврале Ну и после чего я пишу, мои подписчики нуждаются в этой информации Ну, чтобы не было так, типа, скажите мне, когда обновлю, просто так скажите. Я даю им причину, зачем сказать. И после чего говорю спасибо. Отправить, все. Ладно, и так сойдем. Я надеюсь, что они очень скоро ответят на мое сообщение. О, стоп, смотрите, уже. Я только что отправил сообщение, уже в 12.54, сейчас 12.55. Нам прислали саппорт ответ. Your request has been received and it being revived by our support staff. To add additional comments rapid to this email. Короче, они пишут, что мой запрос был доставлен и на него скоро ответят, ребят. А пока на него отвечают, давайте мы с вами посмотрим, как же можно поиграть на новой карте до обновления. Итак, ребят, мы делаем то же самое. Мы заходим в Among Us, нажимаем на Among Us и теперь спускаемся вниз. И здесь есть связь с разработчиком, мы это с вами уже сделали. И чуть ниже примите участие в бета-тестировании. То есть можно стать бета-тестировщиком. Давайте узнаем больше, что же это такое. Опробуйте новые приложения для Android до того, как они станут доступны всем. Чтобы получить отзывы на новые приложения или функции, некоторые разработчики открывают к ним доступ до официального выпуска. Вы можете опробовать эти продукты, присоединившись к бета-тестированию. То есть, если вы станете бета-тестировщиком, то перед тем, как выйдет обнова, вы сможете поиграть на этой карте бесплатно еще и одним из самых первых. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Возвращаемся на эту страничку. Здесь нажимаем присоединиться. После чего нажимаем на кнопочку присоединиться. Это в принципе все написано о регистрации в программе бета-тестирования. Мы регистрируем вас в программе. Это может занять несколько минут. Давайте, пока это занимает несколько минут, проверим почту. Возможно, нам уже написали. Нет, еще не написали. Но в принципе, прошло всего лишь 3 минуты. Так что давайте подождем еще немножко. Теперь нам нужно, кстати, перезайти. То есть, выйти с плей-маркета. Выходим, выходим, выходим. И заходим заново. Вписываем опять-таки Among Us. И... Все, ребят, я стал бета-тестировщиком. Как видите, написано Among Us бета-версия. И вы спросите, а в чем разница? В чем прикол? Ребята, чтобы была разница, нам нужно обязательно удалить Among Us. Потому что у вас, возможно, Among Us с щитами. У вас, возможно, Among Us с текстурами. Да и к тому же, вы стали бета-тестировщиком. Но у вас осталась прежняя версия. Чтобы скачать, как бы, обновление для бета-версии. Вам нужно удалить и установить заново. Чтобы обновления докачались. Так что, ребята, обязательно повторите то, что я делаю в этом видео. Пока это качается, я хочу почитать тупые комменты в Among Us. Какие пишут школьники. Сама игра прикольная, но есть какие-то проблемы. Постоянно лагает. Читеры. Выброс из игры. Из игры выбрасывают только читеров. То есть, он сам читер и пишет, что читеры. Когда тебя убили, очень скучно. Когда тебя убивают, то можно выйти из игры и начать новую. Что за фигня? Выбираешь русский чат, но все равно закидывают в иностранные. О боже, есть же просто сервера. Нажимаешь на сервера и выбираешь не американский, а Европу. А он вместо этого меняет язык и думает, что будет играть с русским. Я понял. Прикольно. Это очень важная проблема в игре. Много реально неадекватных людей, которые оскорбляют тебя просто так. Ну, это я здесь согласен, но их не так уж много. Есть такие, реально. Не всегда работает код команды, в которую хочешь зайти. У меня такое было, в принципе. При убийстве всегда одна и та же сцена. Либо зарезали, либо застрелили. Ну, блин, это игра на логику, чтобы развивать тебя. Чтобы ты как-то думал, а не из-за крутой анимации или крутой графики. Вообще, что самое фиговое и почему я хочу поставить одну звезду этой игре. Потому что они выпустили трейлер, что выйдет обновление 3 месяца назад и до сих пор не выпустили. Ну, это, блин, это бред. Если бы они не выпускали этот трейлер, то все бы было круто. Например, если бы они трейлер выпустили всего лишь полмесяца назад, то все-таки в ожидании. О, сейчас будет обнова, сейчас будет обнова. А так как они выпустили его, блин, еще в прошлом году, она до сих пор не вышла. Все уже такие, ну, блин, скучно. Мы ждем обнову, а ее до сих пор нет. И еще даже не сказали, в каком месяце выйдет. Когда делают обновление Brawl Stars, они говорят, что вот скоро будет, через неделю. И мы уже знаем, когда будет, и мы уже такие рады. А сейчас они могут сделать обнову и через месяц, и через два, и через три. Так что вот почему я написал email, и мы узнаем с вами, когда будет официальная дата обновления. Самые тупые комментарии, это те, которые не с пятью звездочками, а с одной. Так что давайте искать там, где одна звездочка. Смотрите, что я нашел. Игра интересная. Одна звездочка стоит, и начало такое. Игра интересная. Мне уже просто плохо. Но, первое, в телефоне будет вирус. О боже, что за бред. Не грустит. Графика ужасная. Когда свободный забег, ты чинить саботаж один не можешь, а остальные всегда на одном месте. Опять, в настройках чат русский, но всегда английский. Замедленные действия. И я ничего не понял с того, что он здесь пишет, кроме графика ужаса. Но это я хотя бы могу понять. Да сколько можно? Хватит уже с завтраками кормить. Трейлер новой карты был выпущен еще в прошлом году. О, это то, о чем я говорил. Обновление так и не вышло. Если в ближайшее время обнова не выйдет, вы потеряете половину своей аудитории, так как игрокам уже надоело играть на трех старых картах со старыми скинами. После обновы сделаю 5 звезд, изменю отзыв, ну а пока буду ждать. Вот это вот просто согласен на все 100% с этим комментарием. Это вообще как будто мои мысли просто прочитали. И это не я написал этот комментарий, не подумайте. Он написан 29 числа. Сейчас у нас 02.02. Так что, в принципе, просто вот мои мысли вот здесь вот в этом комментарии. Ну реально, ну, если бы они не выпускали трейлер, то все бы было хорошо. Вот таких бы людей, которые ставили единицы из-за обновы, не было бы. Потому что они не знали ни о какой обнове. Ну ладно, давайте уже запустим бета-тестирование и посмотрим, что у нас там. Ладно, оно еще обновляется, еще обновляется. Давайте последний комментарий прочитаем и все. Здравствуйте, игра бомба. И единичка стоит. Ну зачем, ну зачем ты ставишь единичку и пишешь игра бомба. Но есть три минуса, хорошо. Один минус точно, с пи-лики нельзя печатать. Два, минимум точно много мата пишут. Минус нельзя тикать во время игры. Так одна звезда. Вообще-то можно тикать во время игры. Много мата пишут, ну да, пишут некоторые люди. Ну можно играть в принципе со своими друзьями только. И смайлики нельзя печатать. Я не знаю, что это за минус вообще. Это игра, но опять-таки повторяюсь, на логику, а не для того, чтобы смайлики пописать. У меня пять вопросов. Где путь к славе? Где Шелли, ребята? Где Шелли? Ой, я не могу просто. Где кубки, ребята? Где можно апать кубки? Окей, ребята, бета-версия почти загружена. Кстати, кто хочет, чтобы я сделал отдельное видео, как я троллю такие тупые комментарии, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну что ж, открываем нашу бета-версию и посмотрим, есть ли у нас новая карта и какие вообще есть плюшки для бета-тестировщиков. Сразу же предупреждаю тех, кто скачал бета-тестирование. Видите, у меня черный экран. Он будет где-то приблизительно полминуты. Это стандарт, нам просто нужно подождать. A few moments later. Ребят, буквально 30 секунд прошло и все, у меня загрузился Among Us. Нажимаем на настройки, сразу же меняем язык на русский. Нажимаем русский язык, окей. И теперь проверяем, есть ли у нас новые карты. А, нужно еще никнейм писать. Велирити, окей. Что ж, пожалуйста, пожалуйста. Да ладно, это всегда так. Когда нажимаешь первый раз, ну качаешь игру и нажимаешь найти игру, всегда она прогружается. Все, прогрузилась, нажимаем найти игру и нету, нету новой карты. Ну ничего страшного, ребята, у нас есть еще одна проверка. Свободный забег, свободный забег и нету карты. Последний шанс, ребята. Это локальная игра, последний шанс. Ноутбуки можно поменять. Игра, заскелд. Нет, ну почему? Где новая карта? Ну what the fuck? А какие вообще плюшки для бета-тестировщиков? Что нового добавили? Давайте зайдем в игру, хоть какую-то, и посмотрим, что нового есть у бета-тестировщиков. Есть ли вообще смысл пока что его качать. Окей, я зашел в игру, подходим к ноутбуку и какие-то скины у нас есть. Новые питомцы, шляпы, ничего нет нового. И в чем прикол бета-тестировщика? Точно могу сказать, что если у бета-тестировщиков нету новой карты помог АС, то она выйдет еще не скоро. Потому что сначала она должна выйти здесь. Мы в нее играем, тестируем, говорим, что все круто разработчикам. И тогда они уже выпускают и в нее могут играть все. Так что советую стать бета-тестировщиком, даже если пока что нету новой карты. Потому что когда она для нас выйдет, ты уже стать бета-тестировщиком не сможешь. Это нужно делать заранее. Ладно, начинается у нас игра. Давайте найдем, что же у нас есть измененное Ну, в чем прикол? И вообще, я играю с бета-тестировщиками Или с обычными игроками? Я член экипажа Хорошо, и... Карта вроде бы та же Ничего новенького здесь не вижу Список, какие-то квесты Сканирование, починить проводку, провести энергию в охране Все квесты те, что были Как всегда, кто-то нажимает в начале игры на кнопку Все тупо то же самое Сейчас я попытаюсь найти что-то новенькое для бета-тестировщиков После чего посмотрим, что же нам написали в e-mail И когда же будет официальная дата обновления В чем прикол, когда нам напишут, когда будет обнова Например, 18 февраля То 100% она тогда и выйдет То есть, это не так, что я думаю 18-го И, наверное, 14-го И, наверное, 13-го Наверное, в январе она выйдет И не вышла Мы уже будем знать 100% Это 100% какая-то не бета-версия Потому что чувак нажимает на кнопку И один не голосует И здесь еще 100 с чем-то секунд Просто жиза, ребята, жиза Плюс их в чат у кого-то так тоже случается Все против него проголосовали Просто, наверное, там все бомбанули И один против меня проголосовал Кстати Ирина, какая-то светленькая Я не знаю, почему она против меня проголосовала Игра даже не началась Ну ладно Так, сразу же бежим Сразу же бежим к электричеству Один предатель остался, лоу Ладно Салатой за мной бежит По-моему, Салатовый импостер Смотрите, он сейчас сюда забегает Я сразу убегаю И он не успел нажать на килл Поняли, в чем прикол? Если вы знаете, что за вами бежит импостер Единственный Ну, в тупике, например Вы сюда забегаете И за вами импостер бежит Единственный Шанс убежать Это вот так вот сделать Когда он забегает Вы убегаете И он не успевает нажать на килл Это реально очень крутая фишка Ирина, типа, следит Чтобы не убивали никого Ну, не знаю, не знаю Сейчас посмотрим О, ребят, у меня есть сканер Я, кстати, сразу же не заметил У меня сканер, у меня сканер Идите сюда Идите сюда Ну, это какие-то импостеры Реально Вот это салатовые филетовые импостеры Когда я вижу, что кто-то Озле медпункта вот так вот делает То я сразу же захожу Чтобы посмотреть Импостер Ну, типа, есть у него сканер или нету Они все убежали куда-то в эту сторону Ну, что они здесь делают вообще Что? Это так обидно Когда у тебя есть сканер И никто не хочет Смотрите, ребят Я тут стою уже 2 минуты Давай, иди сюда Ну, о-о-о И нажали на кнопку Ладно Кого-то, надеюсь, хотя бы замочили Никого не замочили Что за бред? Что с импостерами? Что они хотят сделать? Пишут красный предатель И чувак тоже пишет Мы, наверное, красный Я сам за себя проголосую Я потом пишу, типа Го со мной медпункт И он пишет Какие же вы Вот таких я ненавижу Но это не игроки Это просто какие-то нубы То есть, по сути, ты по игре ничего не сделал Ты просто себя кикнул И зачем ты вообще играешь в эту игру? Написал бы Нет, не я Он обманывает Он импостер Сказал бы, на кого он думает Он просто взял и поливнул И в чем прикол? Он думает, что все тупые А он гений просто Он гений этой игры Потому что Сам против себя проголосовал Я не знаю, что еще сказать Так, белый точно знает, что я не импостер Больше Я написал в чатик Погнали все в медпункт Я покажу, что я не импостер Никто это не сделал Никто, кроме белого Так что белый Я в принципе могу ему доверять В принципе, ребят Здесь можно начать проходить квесты Потому что О, кто-то бежит Показываем, показываем Я показался еще салатовым Что я не импостер Ребят, я решил выполнять квесты Потому что Ну, мы сейчас именно ими выиграем Поэтому у меня в принципе 4 квеста Я его очень сильно подтолкну Так, еще один квест Я не люблю эти долгие квесты Вот это вот провода Потому что их нужно проходить несколько раз В разных частях карты Это реально очень сложно И файлы тоже не люблю Потому что их нужно делать несколько раз Так, что у нас здесь? Провода Хорошо использовать Файлы Вы, кстати, замечали, что здесь пишет, типа, оставшееся время, вначале пишет один день, потом 13 часов, потом 0 секунд. Как-то очень быстро здесь время летит. Так, ну и что ж, сканер, наверное, я пройду как последний квест. Сначала давайте здесь где-то еще пройдем задание. Да, вот здесь вот задание осталось. Надеюсь, Салатовый не импостер. Нажимаем. Квест пройден. И последний, наверное, реально, я сейчас прохожу скан, и мы выиграли игру. Фух, какой-то импостер, вообще, но. Может, импостер не знает, что он импостер, что он может кого-то убивать. Салатовый, Салатовый. Если Салатовый импостер, он меня сейчас замочит, потому что, ну, победа. Выполнено задание, и все? Ага, ребят, я выполнил задание, и совсем чуть-чуть осталось. То есть, не все выполнили все-таки квесты. О, я нашел труп! Я уже думал, что никто никогда не будет убивать, но я нашел труп. Окей, фиолетово нашел. И там, сверху, тут он бежал, я увидел даже ноги, но я не заметил, кто это. Салатовый пишет, что это желтый. Ну, не знаю, не знаю. Нет, нет, не-не-нет. Я спросил, кто на камерах был, потому что я точно знаю, что Салатовый не импостер. Он как бы возле меня стоял, а убили в совсем другом конце карты. Я видел, что камеры светились, то есть, кто-то еще был на камерах. Я хочу узнать, кто 100% не импостер, потому что, если, например, мы сейчас кликаем желтого, он окажется не импостером, то потом мне нужно угадывать между ними. А сейчас я могу узнать, кто из них не импостер, и потом, ну, типа, 100% победа. Но почему-то мне не отвечают. Я написал, кто на камерах был, ау, инфа, пишу, пишу, и они просто не отвечают. Просто АФК стоят. Ну, ладно, я тогда голосую против желтого, но у меня просто нет выбора, и будем смотреть, что получится. Итак, момент истинный. Розовый вообще не проголосовал. Инна проголосовала против меня? Непонятно зачем. Но я и Салату проголосовали против желтого. Но она, в принципе, не знает, что приходил скан. Надо сказать, что я проходил скан. Оказался... А, все, отказался. Желтый, ребята, оказался предателем. Ес, просто в беду, мы жесткие. Но, ребята, я не заметил никакой разницы в Among Us бета-версии, так что могу сказать, что обнова выйдет точно не на этой неделе. Ребята, у кого нет бета-версии, обязательно сейчас скачайте, потому что, когда выйдет обнова, вы сможете поиграть одним из первых, а потом не сможете этого сделать. Ну-ка, ребята, обновляем наш email. Что же нам написали? И... Урау, что? Ничего не написали, до сих пор ничего не написали. Хотя прошло, в принципе, прошло всего лишь полчаса. А, ребят, сейчас в Америке ночь. Они ответят мне наверняка днем, типа с утра где-то 8 часов для них. То есть для меня это где-то 20 часов вечера. Как только я получу эту информацию, сразу же в комментариях напишу, когда будет обнова. То есть будет написано официальная обнова и число. Так что, ребята, обязательно подпишитесь на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропустить эту информацию. И так же... Всем привет, ребят. Хотя для вас прошла всего лишь секунда. Для меня прошел целый день. Сейчас 0.03.02. 11 часов 30 минут. Мне пришло письмо от разработчика. Так, где оно? Вот оно. Я уже смонтировал видео и хотел выгрузить его в YouTube, но потом подумал, ммм, мои подписчики смотрят мои видосы до конца. Нужно для них снять коротенький видосик. Как я открываю письмо? Ну и чтобы вы не подумали, что я вас обманываю. Сейчас я вам переведу, что написано в этом письме. Ну и само собой покажу вам, что это мне разработчик написал, а не я сам себе выслал письмо, как дурачок. Смотрите, копия, support, interval, slot. Вот даже оно высветилось. Вы можете проверить, зайти в Among Us, и там будет именно эта почта. Я не могу ее поделать никак. Вот то, что я им написал, и вот, что они мне ответили. Итак, перевожу. Привет, Велирити. Спасибо, что интересуетесь подходящему обновлению. Внимательно подчеркиваю, что здесь нету специфического времени или даты, когда будет обновление, но оно будет в начале 2021 года. То есть, по сути, мне не написали ни дату, ни время, но дали две подсказки. Первая подсказка, что оно уже приближается, и будет вот-вот. И вторая подсказка, что это будет в начале 2021 года. Они 100% знают, когда будет выход обновы, но наверняка не могут писать это официально, поэтому мне дали как бы намеки. И дальше он пишет, если вы хотите знать все про обновления или какие-то новости, которые меняются в игре, подписывайтесь на нас на официальных сайтах. Но эти сайты и так все знают, все на них подписаны, но там нету никакой информации. Ну, что я могу сказать? Мне сам разработчик написал, разработчик игры, что обновление будет совсем скоро. Ну, и также я буду очень тщательно следить за этой информацией, буду еще подписываться с разработчиками, так что, ребята, обязательно подпишитесь на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропустить это. И я уверен, что за неделю до выхода обновы я об этом уже буду знать, так что сразу с вами поделюсь. Ну, и также посмотри вот это вот нереальное видео. Всем спасибо за просмотр и встретимся в следующем видосе. Пока!